здравствуйте сегодняшняя тема лекции у нас электромеханические мехатронные модули движения основные вопросы и сегодняшние лекции это электромеханические мехатронные модули движения и миниатюрные приводы электромеханические мехатронные модули движения в мехатронных систем применяется применяемых различных областях наиболее широкого применения нашли электромеханические мехатронные модули движения это объясняется тем что эти мехатронные модули движения по сравнению с указанным выше мехатронных модулей движения имеют меньшую стоимость, простую конструкцию, низкий уровень шума, а также высокую надежность. Электромеханические мехатронные модули входят в состав мехатронных систем или могут представлять самостоятельную систему. В некотором смысле структура электромеханических мехатронных модулей повторяет представленную выше структуры мехатронных систем. В состав электромеханических мехатронных модулей входит электрический двигатель, который через механический преобразователь движения воздействует на исполнительный механизм или непосредственно на рабочий орган. Для управления электрическим двигателем или мехатронным модулем движения и в целом имеется мехатронная программная система, система управления, а также информационно-измерительная система. Для обеспечения работы мехатронных модулей движения в его состав входит источник питания как для систем управления, так и для питания электрического двигателя. По электрическим параметрам мехатронных модулей движения делится на две группы мехатронных модулей движения с электрическими двигателями постоянного тока и переменного тока. Классификация мехатронных модулей движения по электрическим признакам следует из схемы, проведенной в ниже рисунке 4.10. Здесь введены следующие обозначения для электродвигателей. Это у нас микроэлектрические, в котором магнитные поля создаются постоянными магнитами, это первое. Второе – электромагнитные с неизвестным возбуждением, в которых обмотка возбуждения питается от отдельного источника. Третье – электромагнические с параллельным возбуждением, в которых якор и обмотка возбуждения параллельны, соедини с одним источником питания. Третье – это электромагнитные с последовательным возбуждением, Здесь якорообмотка возбуждения последовательно подсоединены к источнику питания. Пятый электромагнитный со смешанным возбуждением, где применяются обе схемы соединения якоря обмотки возбуждения с источником питания. Следующий у нас шестой это с короткозамкнутым ротором. Седьмой у нас с фазным ротором, восьмой электромагнитный, девятый магнитно-электрический, десятый явно полюсный, несимметричный в магнитном отношении, одиннадцатый не явно полюсный, это несимметричный в магнитном отношении. Все эти с одного до одиннадцати, это у нас приведено на следующем рисунке, который я перечислила, только что первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это у нас электродвигатели постоянного тока, они между собой связаны. И электродвигатели переменного тока, это синхронные, синхронные и так далее. Все это у нас классификация электромагнических мехатронных модулей движения относится. Для управления мехатронными модулями движениями между источником питания и электрическим двигателем вводится устройство, называемое силовым преобразователем. Силовые преобразователи по принципу действия делятся на следующие группы. Это у нас широтно-импульсные преобразователи, сокращается как SHIP, управляемые выпрямители UV, неуправляемый выпрямитель это UV, как сокращается, автономные инверторы AI, непосредственные преобразователи частоты это NPG. Следует отметить, что стоимость двигателя переменного тока ниже стоимости двигателя постоянного тока из-за того, что первые технологичны для массового производства, а вторые собираются вручную. Однако в электромагнических мехатронных модулей движения переменного тока при питании от источника переменного тока регулированно подлежат как напряжение, так и частота. В таких мехатронных модулей движения используется у нас непосредственное преобразование частоты или сочетание у нас управляемых выпрямителей и автономные инверторы. Или у нас неуправляемый выпрямитель UV обозначено и автономное управление. А при питании от источника постоянного тока применяется автономное управление. Указанное дополнительное устройство усложняет конструкцию и повышает стоимость мехатронных модулей движения переменного тока. По этой причине электромеханических мехатронных модулей движения постоянного тока находят большее применение по сравнению с мехатронных модулей движения переменного тока. Однако в мехатронах модулей движения переменного тока перспективным является применение вентильных двигателей, которые по своим механическим характеристикам приближены к двигателям постоянного тока. В мехатронах модулей движения с двигателем постоянного тока больше применяются двигатели независимого возбуждения и микроэлектрические. Это у нас в качестве преобразователя преимущественно используются широтно-импульсные преобразователи, которые обеспечивают линейные механистики, характеристики и широкий диапазон регулирования. Известно, что входные порты устройства микропроцессорного управления имеют очень низкую мощность, поэтому они не могут управлять непосредственно исполнительные устройства. Применение широтно-импульсных преобразователей позволяет не только подключать источник питания к двигателю, но и позволяет регулировать скорость вращения вала двигателя, изменяя при необходимости направление вращения. В свою очередь, широтно-импульсные преобразователи имеют свою систему управления, на вход которого подаются сигналы управляющего комплекса. Следующие у нас миниатюрные приводы. Дальнейшее уменьшение размеров техники и повышение точности перемещения стали. Возможно, это у нас появление миниатюрных приводов, мини-приводов. Такие приводы имеют все более расширающую область применения, начиная от мини-роботов, измерительных устройств, медицинских приборов и кончая приводом объектов сотовых аппаратов. Основу миниатюрных приводов составляют двигатели. В настоящее время в качестве микроактуаторов используются коллекторные и бесколлекторные электромагнитные микродвигатели. Это у нас пезомоторы и интегралы приводов микроэлектромеханические системы. У нас это расшифруется как микроэлектромеханические системы с сокрученным МИМСИ. Электромагнитные микродвигатели имеют конструкцию, подобную традиционным двигателям. Практика показывает, что применение электромагнитных микродвигателей ограничивают размерами 7 мм. Это объясняется тем, что при дальнейшем уменьшении размера увеличиваются потери на нагревании элементов и конструкции тепловую энергию. Для размеров менее 7 мм применяются пизодвигатели. Это у нас интегральные приводы и созданные по микроэлектромеханическим системам технологий. Вопросы для закрепления сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание.